Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами человек, за плечами у которого множество спортивных, жизненных, творческих побед. Это замечательный российский спортсмен и фигурист Алексей Ягудин. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, здравствуйте! Алексей Ягудин – заслуженный мастер спорта по фигурному катанию. Многократный призер чемпионатов Европы и мира, олимпийский чемпион. Почти вся спортивная карьера Алексея Ягудина – это дуэль, которая оставила яркий след в истории фигурного катания. По сей день болельщики вспоминают эпоху противостояния двух великолепных фигуристов – Плющенко и Ягудина, невероятную по накалу спортивной борьбы. После ухода из большого спорта Алексей продолжил активно развивать свои творческие возможности. На сегодняшний день он успешно реализует себя в качестве телеведущего, актера и принимает участие в самых масштабных ледовых шоу. Вот вы у нас уже здесь сидите в образе Карлсона. Спектакль, который вы здесь представляете, тоже называется «Малыши Карлсон». И для многих вот именно посещение таких шоу создает именно предновогоднее настроение, ощущение того, что близится праздник. А что вот для вас дает предчувствие Нового года? Что ломит все тело, болят ноги, хочется спать. Я объясню почему, потому что у нормальных людей, да, новогодние праздники, особенно для молодого поколения, это отдых, отдых от школы, отдых от любых учебных заведений. У родителей, соответственно, заканчиваются рабочие дни, начинаются долгие-долгие новогодние праздники. А для нас, если брать, допустим, фигуристов, да, наш коллектив под руководством Ильи Авербуха, у нас только начинается работа, она усложняется, потому что как раз в дни новогодних каникул мы представляем из года в год все новые детские новогодние спектакли. И в этом году, естественно, это не исключение 2016 год. Вот здесь я, в Владивостоке, буквально через несколько дней мы стартуем с новым проектом «Щелкунчик и мышиный король». Эта сказка выйдет уже в Москве. Так что ты понимаешь, что дождаться бы вот этой ночи, бы 31 числа, потому что это единственный полувыходной. И 1 января – это тот день, когда ты можешь проснуться уже, не знаю, в 3, в 4, в 5 вечера, так чуть побродить, погулять, но просто побродить не получится, потому что семья теперь большая. Приходится много, много гулять, много проводить времени с детьми. И со 2 января мы опять начинаем выступать с «Ёлками» по 2-3 в день. Так что Новый год, несмотря на то, что это самый мой любимый праздник в году, это действительно так, я всегда обожал Новый год. И всегда мне нравилось, как меня обманывают родители, говорят о том, что «Давайте послушаем, о, кто-то постучался в дверь, а может быть, это Дед Мороз, он подарки, наверное, принялся». Я думаю, ну, конечно, Дедушка Мороз принес подарки. Ну, давайте, говорю, откроем дверь, вы же там уже спрятали, наверное, мешок. Потому что подарки-то я все равно люблю, никто от этого не уходил. Так что, нет, Новый год мой самый любимый праздник, но, знаете, как-то любишь кататься, люби и саночки возить. Поэтому приходится все равно работать много. Приносить смех и радость людям задача непростая. Да. В свое время вы говорили, что, будучи в большом спорте, задачей фигуриста, выходя на арену, является очаровать 9 судей, которые перед ним находятся. Когда ты переходишь в формат ледовых шоу, задача усложняется в том плане, что теперь тебе нужно очаровать аудиторию в разы больше, да? Кажется, зритель, который приходит. Да, везде есть баланс. Раньше 9 судей, но зато от них, может быть, зависела твоя дальнейшая судьба. Здесь, наоборот. Здесь, да, сложнее очаровывать весь зал, особенно такие ледовые дворцы, как, допустим, Фетисов, арена, да, огромный многотысячный стадион. Но, с другой стороны, тем более детские новогодние елки, потому что детей не обманешь. А если ты взрослый, может сидеть и додумывать, да, додумывать, завершать какую-то историю, да, то для детей нужно реально все показывать и прямо создавать это сказочное настроение. То, конечно, всех и удивить, и обрадовать, и сделать так, чтобы каждый из этих тысяч людей, которые приходят к нам на выступление, это сложно, но, с другой стороны, от тебя, от них не зависит твоя будусть. Не, она как бы зависит, но тебе никто баллы уже не выставляет. Так что здесь можно в более такой расслабленной обстановке действительно не соревновательной и психологически гораздо проще, потому что здесь ты прямо выплескиваешься полностью для зрителя. А у вас есть свои какие-то фирменные способы, как взять аудиторию стопроцентно? Вот вы точно знаете сейчас, что-то такое сделаете, и они будут ваши. Ну, явно грим не помогает в этом направлении. Наверное, внутренне так очень многие, конечно, кто работает в театре, на телевидении, проживать, как они говорят, проживать те истории, которые заявлены. Это понятно, это все очень просто. Но не просто говорить эти фразы, а реально жить этими фразами. У нас есть один огромный плюс в нашей компании под руководством Илья Вербуха. И этот плюс состоит в том, что Илья нас знает давным-давно. То есть это не приглашенный продюсер или режиссер, который пришел, ну, давай тебя попробуем на роль Карлсона или кого-то другого. То есть если сказка «Мама» по мотивам истории «Волка, Семера и Козля», да, ну, я не козочка, я не волк, я попугай. Это я, это мое внутреннее состояние. Вот сейчас начинаем с «Щелкунчик и мышиный король». Ну, я не принц, я не могу играть принца. Как бы я могу, я могу собраться. Мне кажется, ваши поклонники бы с вами не согласились. Ну, что значит, он не может играть принца? Не, мое, мое, это вот мышиный, такая крыска. Еще мне дочка говорит, пап, а почему ты крыс-то? Давай будешь принять? Я говорю, на тебе еще шоколадку, на тебе подарок. Она такая, ладно, посмотрим, какой ты крысой будешь. Нет, вот такие неординарные какие-то, очень живые, яркие персонажи, это мне ближе, нежели что-то такое, как музейное, статичное. И такое грациозное. Вот я вот больше вот такой моторчик, который должен бегать. Вот Карлсон – это реальное попадание в цель. Вот один минус есть только. Приходится кататься животиком. Я накладываюсь в животик, я сейчас без животика. А так у меня там подушка. Вот с подушкой немножко неудобно, потому что надо все равно выполнять прыжковые элементы. Но и с подушкой уже привыкли. В каком-то интервью вы говорили о себе, что мои два отличительных качества, которые, может быть, даже и помогали мне во время спортсменной карьеры, это оптимизм и пофигизм. Ну, в самом здоровом понимании. Абсолютно верно, до сих пор это помогает. И уже из-за простой, может быть, веры в это пришло осознание того, что это реально так. И у меня даже кличка среди наших ребят, кто здесь выступает, вообще в нашем коллективе «Человек удачи». Если какая-то паника по поводу того, что мы улетим, не улетим, чемоданы придут, не придут, так сами и будем нормально все. И вот поверьте мне, дорогие наши зрители, это реально помогает. Если ты постоянно веришь в то, что все будет нормально, и ты везде и успеешь, и это у тебя получится, и у тебя главное есть желание для выполнения тех или иных задач, то удача на вашей стороне. А какие-то еще ваши характерные, только для вас качества прибавились за последние несколько лет? Что-нибудь к этим двум? Меняется возраст в паспорте, и ты становишься немного такой... Батарейка все равно рано или поздно садится. Это не вечный двигатель, вечного двигателя нет. Становится просто тяжелее. Но все равно пока хватает внутреннего этого заряда. Ну, не, юмор, юмор тоже очень много имеет значение в нашей жизни. Поэтому вот такой немного и пофигизм, и юмор, и оптимизм, они делают свое дело. И люди вообще, за большим исключением, меняются в этой жизни. В основном мы те, кем мы были несколько лет назад. Это очень редкий случай, когда человек может в корне измениться. Ну, понятно, что если раньше не было детей, сейчас уже две дочки, поэтому, конечно, что-то внутреннее, может, подуспокоилось. Но все равно и такой же, как и был лет даже 20 назад. Вы очень много говорите теплых слов в адрес своей мамы, которая, собственно, сыграла огромнейшую роль в том, что вы стали спортсменом, каким вы стали спортсменом. А вы в этом смысле модель родительского поведения от своей мамы переняли в отношении своих дочерей? Или вы другой родитель, нежели она? Ну, я не знаю, потому что очень сильно и мир поменялся, и все то, что было в то время, когда мне было 4-5 лет, и сегодняшний день, да, это две разные страны, и строй, и финансовое благополучие семьи. Конечно, все это имеет свой отпечаток на том, как мы воспитываем детей. У нас, наверное, что-то все-таки больше своего, нежели опыта, допустим, воспоминаний от того, как меня воспитывала мама. Но в образовании мы, наверное, где-то совпадаем, потому что для нас образование – это номер один направление. В этом смысле вы планируете быть требовательным? Да, это только вот единственное направление, в котором мы с Таней как-то не спорили, не надумывали, а точно знаем для себя, что сначала это науки, языки, образование, музыка, танцы, а второй – это уже вот этот повседневный спорт, который должен все равно в любом случае присутствовать в жизни любого человека. Поэтому у нас Лиза и катается, и танцует, и плавает, и четыре месяца сходила на курсы художественной гимнастики. Так что спорт есть, но все равно на первом месте – это образование. Если говорить о спорте профессиональном и том периоде жизни, когда вот спортсмены выступают на крупных соревнованиях, магия таких зрелищ в том, что зритель, глядя на спортсмена своей страны, вот в момент триумфа этого спортсмена испытывает какое-то совершенно сумасшедшее чувство гордости за свою страну и за вот этого, по сути, незнакомого тебе человека, да? А вот в вас что-то или кто-то способен вызвать вот такой вот эмоциональный подъем? Хороший вопрос. Хорошая драма, кино, какая-нибудь отдельно взятая музыкальная композиция. Но так, чтобы вскочил и побежал, наверное, такого нет. В этом плане вот как раз я, наверное, более спокойный человек. Но, наверное, это связано с тем, что меня и разозлить, и обидеть очень сложно. Это практически невозможно. Наверное, вот здесь работает пофигизм. Мне абсолютно все равно что говорят, что делают. Причем так было всегда, да, я понимаю? Меня очень сложно задеть, наверное, как бы в отголос вот этого направления, что меня сложно очень завести не на работу, как бы, а, наверное, мне также очень сложно и чем-то вот взорвать мой мозг и удивить. Так что везде должны быть такие весы. Вот вы сказали о везении, ну, просто таком житейском, да, который вас сопровождает по жизни. А как вы считаете, в жизни вам везет на людей? Ну, вот в том плане, что всегда было в вашей жизни так, что вокруг вас есть те, на кого можно опереться, на кого вы рассчитываете, в ком вы не разочаровались со временем? Ну, понятное дело, если так смотреть, глобально, да, на сегодняшний день замечательная семья, все, женаты, двое детей, все счастливы и все хорошо. Значит, по идее все нормально. Но с другой стороны, конечно же, нет и встречались люди, которые обманывали и предавали в жизни не без этого. Вопрос, который, мне кажется, будет особенно любопытно услышать жителей Владивостока, где-то я слышала, что ваши обручальные кольца с Татьяной выкупили здесь, не так ли? Да, как раз вот пару дней назад мы, собственно, были в Красноярске, где мы, собственно, поженились, как раз было 10 месяцев, как Танька так вспомнила, я помню, что 22-е, это было февраля, выходной день был в Новосибирске, но там что-то Таня улетела в Москву делать прививки младшей дочери, и привезут тебе костюм, себе платье, а ты купи кольца. Я говорю, конечно. Ну, что-то в Новосибирске пока в баню, пока просто погуляли, ничего не купили, прилетели сюда, в Владивосток, она говорит, так, Таня, я тебе умоляю, родин сварень, дай поспать. Она говорит, кольца есть? Я говорю, нет. Она говорит, все, одевайся, пошли. Вот пошли, быстренько купили кольца, легли спать перед выступлением, да, так что это здесь было. Я думаю, что многие ждут от вас, может быть, какого-то новогоднего пожелания, какого-то посыла в сторону аудитории. Что скажете зрителям? Наверное, раз нас все-таки смотрит более взрослое поколение, да, сформировавшиеся личности, наверное, хочется сказать. Помните то время, когда мы были детьми? Мы всегда хотели, ну, я лично хотел уже быстрее повзрослеть, чтобы мне дали паспорт, и чтобы я мог тусоваться со взрослыми. И, к сожалению, в этом желании быть взрослым, как-то детство, оно было, безусловно, но ты стремился по взрослую жизнь, не понимая о том, что нужно как можно дольше оставаться вот в этом младенчестве, в этой сказке. Поэтому взрослым, наверное, хочу пожелать, чтобы они, у кого есть дети, старались создавать им такую сказку, как можно дольше бы там их держали, обманывали бы детей о том, что едет мороз, чтобы они писали письма. Ну, вот все создавать для того, чтобы у наших детей был длиннее этот период детства, радости, и, может быть, не осознание того, а, как, может быть, сложно будет в будущем. Ну, и, как вы уже поняли, да, без юмора, без оптимизма никуда. Старайтесь быть такими же людьми удачи, но для этого нужно думать всегда в правильном направлении, всегда оптимистично быть настроенными. Ну, и чтобы вам по жизни встречались люди, которые просто идут по улице и вам улыбаются. Поверьте, у вас тоже будет хорошее настроение, поэтому не забывайте улыбаться и другим прохожим, и вообще знакомым. Спасибо вам большое, и в свою очередь спасибо, что вы этот праздник создаете для многих. Спасибо, ну, я пошел в пузико. Добавлю себе немножко сюда, а то как-то говорят, что это за худой какой-то Карлсон приехал, ненастоящий, поэтому сейчас добавлю подушечку и пойдем плясать для наших детишек. С наступающим. Субтитры сделал DimaTorzok